Всем здарова, чуваки! Вы на канале Мишарин, меня зовут Сергей, и не так давно я снимал, как вы помните, видеоролик про беспроводной вот этот вот HDMI. И под тем видеороликом в комментариях было несколько вопросов, точнее, непониманий, наверное, этого устройства, потому что много что я не рассказал. И да, как бы я что-то как-то пропустил некоторые моменты, но сегодня в этом ролике мы разберем. Первый из моментов это, как сильно отличается качество оригинального видео от передающегося видео, да, например, при записи в OBS. Также был вопрос по поводу максимального разрешения передачи, то есть Full HD передает или нет, потому что некоторые писали, что передает только HD качество, ну и передает ли он 60 FPS. Также мы сегодня это проверим, и даже несмотря на то, что я показывал задержку, которая происходит при передаче сигнала через HDMI и оригинальным видео, все равно почему-то люди спрашивают, есть ли задержка. Очень странно, но давайте я еще раз сегодня как-то это наглядно постараюсь показать вам. Ну и также возникал вопрос по поводу длины передачи видеосигнала, то есть насколько далеко можно отойти, допустим, от монитора с камерой, к примеру, да, и посмотреть, насколько далеко может передаваться сигнал с камеры на монитор. Либо, если кто не понял, то можно передавать не только с камеры, то есть вы можете просто к проектору подсоединить один передатчик, а приемник к телевизору. Ну и куда вам только в голову взбредет это подсоединить, можете это использовать. Я лишь буду показывать на примере камеры передачу этого видеосигнала. К сожалению, по прямой я не смогу проверить дальность действия, потому что я нахожусь в здании, на улице сейчас очень холодно. Но я могу ходить по зданию, там спускаться на этажи, подниматься для того, чтобы показать, когда будет теряться сигнал, в какие моменты вы сами сможете отследить. В целом на эти вот пять вопросов я постараюсь сегодня ответить, показать наглядно, потому что многих заинтересовала эта вещь. Я, честно говоря, очень удивлен, многим понравилось. И я думаю, давайте дадим больше ясности этой приблуде, потому что многие сомневаются в покупке, но я думаю, после этого видео все сомнения отпадут, и давайте приступим. Да, и кстати, если вы не смотрели прошлый беглый видеообзор этого девайса, можете здесь по подсказочке посмотреть. Ну а давайте сейчас приступим. Достанем для начала передатчик и приемник. Напомню, что у передатчика и приемника с одной стороны имеется HDMI, а с другой стороны USB, для того, чтобы подрубить питание. Так вот, сейчас я установлю передатчик на камеру Sony. Я буду использовать обычный пауэрбан в качестве питания передатчика. Ну а приемник я подключу через карту видеозахвата к компьютеру, для того, чтобы запись велась сразу в OBS. Так, то есть еще раз скажу для тех, кто еще не совсем понял, что будет происходить. Я буду записывать видео на эту камеру, и параллельно запись будет вестись в OBS, передавая сигнал через беспроводной HDMI, для того, чтобы сравнить качество картинки, дальность действия и так далее. Итак, для камеры Sony мне понадобится переходник, потому что полноценного HDMI в этой камере нет. У меня есть переходник на micro HDMI, мы его подрубаем. Ну а второй конец подрубаем в питание. Как можем заметить, синий индикатор загорелся, значит все, питание у нас подключено. Ну а второй HDMI втыкаем в комп. У меня этот переходник сейчас как раз подключен через карту захвата под столом. Итак, все готово. Давайте подрубать. Включаем камеру. И первое, что мы проверим, это какое разрешение максимальное может выдавать этот беспроводной HDMI, и какое количество кадров мы можем передать. Сейчас у меня в камере установлено 50 кадров в секунду разрешением Full HD. Это максимальное разрешение, которое может выдавать камера 1080p. Сейчас переключимся в программу OBS, которая будет выдавать картинку с этой камеры. Итак, вы можете видеть мой рабочий стол, вот моя рука. А вот это я. Всем привет. Еще раз. Пожалуйста, наглядно передаем сигнал. То есть вот он в OBS, пожалуйста, камера без каких-то проводов. Все отлично работает. Сейчас буду снимать экраны и настройки. Давайте посмотрим. Так, устройство захвата видео. Переходим сюда. Можем посмотреть разрешение, которое мы передаем, да. Стандартное значение устройства. Пользовательское. И меняем разрешение. То есть нам сейчас максимум предлагают выбрать Full HD. Пожалуйста, 1080p. FPS максимально, который мы можем выставить. Наибольшая частота кадров. 60. Здесь можно. Но он, видимо, перекодирует 60. К сожалению, даже несмотря на то, что HDMI позволяет нам выставлять количество кадров 60, пишет он максимум 25 кадров в секунду. То есть у меня есть возможность через беспроводной HDMI передавать Full HD видео 50 кадров в секунду. Кстати, да, я еще на сотбокс соты поставил. Блин, выглядит очень круто. Возможно, вы скажете, что OBS дает возможность на любую камеру выставить разрешение Full HD. Но давайте я вам покажу, что это не так. У меня, к сожалению, нет какой-либо камеры, которая пишет в разрешении меньше, чем Full HD. Но у меня есть микроскоп, который выдает разрешение еще меньше, чем HD. Это электронный микроскоп, который мы можем подключить к компьютеру и рассматривать в каких-то макро планах какие-либо объекты. Ну и давайте подрубаем. Загорелся у нас микроскоп. Ну и сейчас этот микроскоп мы выведем на экран OBS, чтобы наглядно показать, какие там вообще существуются настройки. Давайте положим 2 рубля вот сюда вот будем их рассматривать. Ну и сейчас мы устройство захвата видео определим как микроскоп. Итак, заходим в настройки камеры. Как мы можем заметить, вот у меня, пожалуйста, 2 рубля, чтобы вам лучше было видно. Вот так вот сделаю. И теперь мы меняем здесь разрешение и частоту кадров на пользовательское. Тем самым, как вы можете заметить, в Full HD разрешение у меня выставлено, но картинка не появляется. Если мы нажмем вот сюда на стрелочку, у нас появится разрешение 640 на 480. Это максимальное значение, которое он может показывать. Ну и FPS, естественно, нам дается только максимально 30 выставить. Выше мы никак не можем поставить FPS. Поэтому то же самое происходит и с этим беспроводным HDMI. Если бы он не выдавал Full HD, он бы просто не дал этого сделать. Теперь определимся с задержкой. И чтобы вы хотя бы примерно понимали, какая задержка при передаче видео через этот беспроводной HDMI, я махну рукой. Не сказать, что это секунда, но где-то может быть чуть меньше, чем полсекунды задержка имеется. Я, честно говоря, пока не знаю, как еще показать вам задержку, но я думаю, это более-менее наглядно получается. Я бы не сказал, что эта задержка критичная. Для просмотра фильмов, например, я думаю, более чем сойдет. Для передачи видео сигнала с камеры, я думаю, тоже сойдет. Например, если вы снимаете какой-то кадр и у вас режиссер на площадке сидит и мониторит картинку, то почему бы нет? Я думаю, это тоже отличный вариант. Потому что один человек снимает для себя, то есть без задержки. Другой человек смотрит с небольшой задержкой, но для него этой задержки нет, потому что он смотрит уже готовую картинку с готовым звуком. Я думаю, я понятно объяснил. Ну и также играть в игры будет не совсем комфортно при такой передаче сигнала, потому что будете делать какие-то действия с небольшим прям легким запаздыванием, что очень так негативно, мне кажется, скажется на самой игре. Поэтому для игр вряд ли. Ну и сейчас остался еще один пункт. Это сравнение качества картинки и дальность действия. Мы будем это делать все параллельно, потому что я сейчас буду вести запись на камеру сразу же и параллельно в ОБС. Две эти картинки вам сразу буду показывать, чтобы вы наглядно убедились в качестве картинки. И как раз таки в том, будут ли появляться какие-то помехи, будут ли пропадать изображения. Я думаю, стоит затестить, посмотреть, как это будет. Начать с запись и погнали. Итак, я сейчас веду запись и в камеру, и в ОБС. Как вы можете заметить, запись идет. Все нормально. Погнали, сейчас пройдемся по этажам. У меня вокруг очень много бетона. Все стены бетонные, очень толстые, здание советское. Я нахожусь в центре здания. И сейчас я буду идти вниз по первому этажу. Весь вот так вот все здание получается обойду и поднимусь обратно себе сюда в помещение. А вы будете следить за тем, как будет меняться картинка, исчезать и так далее. Этот кадр разделяю на два. С одной стороны подписано, где камера, а где запись ОБС. К сожалению, я немножко тупанул, ибо трейд в ОБС выставил не такой, как в камере. Поэтому стоит это учитывать. Закроем дверь. И погнали. Ну и давайте сразу увеличим на 300% каждое изображение, чтобы сравнить качество. Я почему-то уже думаю, что все. Я проверил, запись идет или нет. Я почему-то думаю, что уже запись в ОБС пропала. Мне так кажется. Слишком далеко. По-моему, я ушел слишком далеко. Мне кажется, это невозможно. Точно невозможно. Если сейчас запись будет пропадать, я поверю в это. Если она не будет пропадать, это будет просто чудо какое-то. Так, ну я вижу индикатор, почему-то моргает. Видимо, запись пропадала. А сейчас он постоянно горит. Значит, она восстановилась. Интересно, интересно, интересно. Я пока еще не видел, но вы уже понимаете, что, как, кого. В целом, обходя здание, спускаясь вниз, это получается метров 30, наверное, есть. Но этот беспроводной HDMI, как написано на коробке, передает на расстоянии 30 метров видеосигнал в прямой видимости. Без каких-либо препятствий. Но я ушел прям далеко. Вы уже поняли, что я обошел вот так вот все здание. И понятно, что сигнал по-любому терялся. Судя по тому, сколько здесь разных стен, мне кажется, результат очень хороший. Как я понял, индикатор, когда начинает моргать, значит, связь прерывается. Я заметил это неизвестно еще когда. Просто заметил, что начало как-то моргание происходить. Вот, да, сигнал по-любому потерялся. Но это были слишком сложные условия для него сейчас. Насчет 30 метров. Почему-то я уверен, что будет все работать. Я потом сделаю коротенький ролик, в шортс выложу, когда потеплеет, где я затестирую дальность действия прямо в прямой видимости на улице. И я уверен почему-то, что больше 30 метров, наверное, он будет принимать. Ну и в целом получился вот такой вот детальный обзор этого беспроводного HDMI. Я надеюсь, я ответил на все ваши вопросы, потому что я их записывал с комментариев себе в телефон. И постарался максимально показать и наглядно, чтобы было все понятно. И надеюсь, у вас теперь вопросов никаких не возникнет. Если эта штука вам понравилась, ну, мне она очень нравится. Это очень крутая вещь, ну, лично для меня. Как бы я не использую ее там как-то дома для просмотра фильмов, но для камеры, блин, это очень крутая штука. Если вам понравился этот девайс, ссылка будет на него в описании также. И смотрите прошлый ролик про распаковку, если вам там также интересно, потому что там тоже были тесты на задержку, более наглядные. Вот, ну и в целом еще один обзорчик получился этого девайса. Увидимся в следующем ролике. Пока.